Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Школа Доктор Скачко! В этом видео я вам расскажу не просто про чайную церемонию. А как изменить чайную церемонию в зависимости от некоторых особенностей. А именно от индивидуальных потребностей вашего организма. Если вы взрослый человек, то понимаете, что чайная церемония не универсальна и не уникальна. Чайный лист содержит сотни биологически активных веществ, которые не могут действовать на всех, без исключения жителей планеты Земля, одинаково. А действует в зависимости от того, в каком возрасте вы находитесь, какой у вас пол, какой уровень здоровья, ваша генетика, ваш образ жизни, экология, погодные условия. Все эти факторы так или иначе влияют на вас. Если вы стандартно завариваете чай, вы со временем попадаете на проблемы. Попадаете на болезни. И у вас выбор. Либо отказаться от чая, либо изменить технологию приготовления чая. Вот для того, чтобы у вас этот выбор не стоял, я вам предложу сразу, научу вас, как готовить чай правильно, чтобы вы предупреждали те болезни, которые могут быть у вас, в связи с генетическими особенностями вашего организма. Или в связи с вашим образом жизни. Или в связи с окружающей экологией. Или могут обостряться в связи с переменными погодными условиями. Не говоря уже о том, что все-таки мужчины и женщины по-разному реагируют на разные воздействия. В том числе и на употребление чая. Итак, что вам нужно приготовить для того, чтобы начать чайную церемонию? Вам нужна правильно очищенная вода в количестве 200, 300, 400 мл. Вам нужна примерно чайная ложка чайного листа на каждые 200 мл воды. И от одной до трех ложек чайных сахара, для того, чтобы изменять лечебные свойства этого напитка. И дальше, что вы делаете? Первый полезный совет диетолога – вода. Вода должна быть максимально очищена от экологических токсинов. Я имею в виду пестициды, гербициды, другие канцерогены, которые могут попадать в воду различными путями. И вода, как прекрасный растворитель, может их содержать в себе. Также в воде могут быть разнообразные возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, глистных, паразитарных инвазий. Тоже могут быть. Итак, как вам очистить воду правильно? Ну, самый простой способ – это фильтр под названием «Обратный осмос». Вы должны выключить функцию минерализации. Иначе смысла нет удалять одни минералы природного происхождения и насыщать воду другими минералами. Лучше насытить воду правильно другими минералами. И это вам сделает чай. Вы очищенной, максимально очищенной водой извлечете из чая полезные вещества в воду. Что делать? Или вернее, что будет, если вы пришили воду, используя ту, которая есть. Без целенаправленной очистки. Все выше обозначенные опасности могут быть в воде. Да, конечно, есть эксперты, которые утверждают, что кипячение устранит эти опасности. Но напомню, что токсические вещества при кипячении нейтрализуются в малой степени. Бактерии, вирусы, грибки – они могут погибнуть. Но! Выделяются в воду эндотоксины, которые делают эту ситуацию, этот чай, не самым полезным для здоровья. А перегружают выделительную функцию печени и почек. Если вы просто завариваете чай на просто воде, вам со временем может понадобиться моя книга «Что делать, если у вас печень и почки?». Иными словами, чтобы эти два фильтра работали более эффективно и степень их износа была минимальной. Если вы не знаете, какой фильтр подобрать для той воды, которая у вас есть, возьмите просто дистиллирную воду. Это абсолютно чистая вода, которая по умолчанию не содержит вредные примеси. И каждая молекула воды в такой воде будет растворять биологически активные вещества из того чая, который вы выбрали. Иными словами, польза будет максимальная. Итак, первый полезный совет диетолога – вода максимально очищенная. Второй полезный совет диетолога – как выбрать чай. Безусловно, есть мнение, что любой вид чая полезен для здоровья. Я советую чаще использовать белый либо зеленый. Они наиболее ценные биологически активные вещества, на мой взгляд, содержат и могут в большей степени помочь вашему организму. Хотя есть и другие варианты. Чтобы разобраться в этом вопросе индивидуально, посмотрите на моем канале видео «Как выбрать чай правильно в зависимости от вашего здоровья». Или ссылочку вы видите в этом видео. Переходите со временем по ней. И вы увидите, как все-таки выбрать чай. Правильно? Свой совет я вам дал. Если вы используете правильную воду, то выбранный вами сорт чая. Иными словами, белый, зеленый, желтый, красный, черный, синий. Это разные стадии ферментации одного и того же листа чая китайского под названием «Камелия синензис». И тут у вас есть еще один выбор. Если вода у вас максимально очищенная, вы можете брать и более дорогие позиции чая. Потому что такая вода максимальное количество полезных веществ перенесет в финальный напиток. Если вы воду очищали, скажем так, неправильную или взяли неочищенную воду, выбирайте более дешевые позиции чая. И все равно они мало что могут дать вашему организму на такой воде. Следующий вопрос. Как правильно выбрать температуру воды для экстракции чая? Безусловно, чай можно получить и на холодной воде. На воде комнатной температуры. Просто экстракция при этом будет достаточно медленно. И здесь у вас возникает еще один нюанс. А именно. Пока идет медленная экстракция при низкой температуре, в воде могут развиваться возбудители любых инфекций. На такой настой, на такой чай, приготовленный таким способом, воздействует и кислород воздуха, как окислитель. Возможно, свет попадает. Тоже не самая простая ситуация. И скорость извлечения активных веществ и окисления их в данном случае будет, на мой взгляд, баланс будет не в вашу пользу. Поэтому все-таки нагревая воду, вы ускоряете экстракцию биологически активных веществ. Да, часть из них будет погибать. В зависимости от того, до какой степени вы нагреете воду. И вот тут нужно выйти на правильное соотношение скорость экстракции и скорость окисления. Чтобы вы получили максимальную пользу. Есть эксперты, которые утверждают, что самая лучшая температура воды для заваривания чая, это когда чай, вернее вода, перешла в состояние белый ключ. То есть кипение белым ключом. Вы это можете увидеть, если у вас посуда прозрачная, либо вы смотрите на воду, перед закипанием вода вдруг теряет свою прозрачность и становится похожей на молоко. Я бы сказал, эта вода очень хороша, но не для того, чтобы заварить чай, а совершенно для другой цели. Если вы используете ту воду, те источники воды, которые использовали раньше для чайной церемонии, а именно, дождевая вода, да, в определенные периоды развития человечества, она была чиста и невинна. Не было там того, что выскакивает из выхлопных труб автомобилей, промышленных предприятий, из сопла самолета, который пролетает на высоте 10-11 километров. Вода была чиста, воздух был чистый. Сегодня дождевую снеговую воду использовать нельзя. Даже как и воду ледниковую. Она содержит те экологические примеси, о которых я говорю. И вы понимаете, что они там есть. Использовать воду из колодца, из ручья, из родника, по той же причине сложно. Потому что осадки, падая на землю, снабжали эти поверхностные источники воды своими компонентами, не самыми простыми для здоровья. А раньше для чайной церемонии, когда она зарождалась, использовалась именно один из этих видов воды. Именно поэтому я и говорю, воду для приготовления чая нужно максимально очищать и выбрать уже очищенную до вас дистиллированную воду. Вот когда вода дошла до стания кипения, белый ключ, в этом случае в воде, только в одном источнике воды нет этого компонента. Это артезианская вода. Раньше ее не использовали. В чайной церемонии вы не найдете использовать артезианскую воду. Это уже нововведение того автора, который говорит о чайной церемонии, оторвавшись от истоков. Но он прав в той части, что эта вода не содержит самый главный окислитель, самый активный окислитель, это кислород. Кислород при нагревании, его окислительная способность резко возрастает. И вот состояние белый ключ при высокой температуре максимальное количество кислорода в воде будет окислять биологически активные вещества из чайного листа. И вновь, если вы неправильно используете воду, заливаете чай водой в состоянии белый ключ, вы теряете много биологически активных веществ. И вновь вы можете экономить. Вы можете брать уже не самый дорогой чай, все равно все биологически активные вещества из него вы не получите. А берите подешевле чай, экономьте на чайном листе. Возможно, вам эти деньги понадобятся для других целей и задач. Если же вы хотите приготовить чай правильно по рецепту диетолога Скачко, я бы советовал на стадии кипения белый ключ не чай залить и начинать заваривать, а обработать этой водой посуду, в которой будет завариваться дальше чай. То есть заварник чашки. А еще лучше не этой даже водой. А когда вода подогреется дальше, не так уж быстро уйдет кислород из этой воды. А вода закипит. Вот в этом диапазоне у вас есть выбор. Какой водой обрабатывать посуду для дезинфекции ее. Почему? Потому что посуда, так или иначе, может на своей поверхности содержать возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, глистных и паразитарных инвазий. И вы таким образом вначале их уничтожите, а потом можете удалить. Обработав горячей водой, особенно обогащенной кислородом. Это те злые духи, о которых говорили раньше, что необработанная посуда опасна. Да, понятно. Если они, возбудители инфекций, остались в посуде, то риск развития инфекций возрастает. И злой дух в виде инфекции раньше был очень серьезно опасен для здоровья. Сегодня можно бороться разными способами. Но от этого злого духа избавиться легко. Как и от современных злых духов. Я имею в виду, те моющие средства, которые могли остаться на поверхности посуды для заваривания, либо чашек, из которых вы будете пить. И они тоже могут обладать общетоксическими действиями. И вам вновь может понадобиться моя книга «Что делать, если у вас есть печень и почки?» Чтобы фильтры печени и почки работали в максимально эффективном и интенсивном режиме, но с минимальным износом. Просто эти фильтры имеют свою скорость работы предельную. Если вы ее перегружаете, износ, острая почечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, все это может быть, если вы не знаете основ здорового образа жизни, а только рассчитываете, что чайная церемония даст вам максимальную пользу. Итак, посуду вы уже знаете, какой температуры воды обработать. Что вы делаете дальше? Огонь вы выключили, вода начинает постепенно остывать, а посуда обрабатывается кипятком. Что вы делаете через 30-40 секунд, может через минуту, где-то в пределах 2-3 минут у вас время есть, вы ждете, ожидаете, пока вода остывает. Посуда обрабатывается. Далее вы выливаете, делали несколько круговых движений, чтобы обработать максимальную поверхность посуды, вылили эту воду. И в емкость для заваривания помещаете выбранный вами чай. Не важно какой, важно, что вы будете делать дальше. А дальше в посуду заливаете примерно на 1-5 часть уже остывающую воду. Время, на которое вы заливаете чай, определяет вид чая. Если вы завариваете черный, либо синий чай, время заваривания, первое время заваривания, это может быть 5-10 секунд. Если завариваете зеленым чаем, может быть время заваривания и около минуты. Что вы делаете дальше? Вы эту воду, первую заварку, обязательно максимально полностью выливаете. Почему? На поверхности чайного листа очень часто определяются возбудители грибковых инфекций. А грибковые инфекции это источник одного из самых сильных канцерогенов под названием афлатоксин. Если вы не завариваете чай дважды вот именно таким способом, то вам может понадобиться еще одна моя книга. Рак, профилактика, ранняя диагностика. В которой учтены и другие факторы риска, которые так или иначе повышают скорость размножения онкоклеток и появления онкоклеток в вашем организме, с которой ваша иммунная система может справиться. Ведь рак это не приговор. Рак это иммунный дефицит, который сохраняется 10-12 лет до момента выявления опухоли на первой и второй стадии. И важно вовремя изменить отношение к своему здоровью, в том числе и правильно заваривать чай, чтобы хотя бы этот фактор риска не провоцировал развитие онкологии в вашем организме и создавал вам сложности и угроз для вашей жизни. После того, как вы слили вот эту первую заварку, далее вы в заварник, вы помещаете сахар. Количество 1-2 щепотки. И после этого помещаете уже нужное количество воды в количестве 300-400 мл. Далее время заваривания определяет вид чая, который вы используете. Если это черный, синий чай, это может быть 3-5 минут. Если это белый, либо зеленый чай, это может быть 10-12 минут. Ну а желтый, красный время заваривания находится между этими двумя позициями. Почему именно так нужно делать? Когда вы помещаете уже при заваривании чая, в реальном заваривании чая, который вы будете пить, помещаете сахар, вы часть агликонов, биологически активных веществ, а это очень ценные биофлавоноиды, которые обладают противораковыми, противовоспалительными свойствами, которые помогают регулировать давление, вы агликоны переводите в состояние гликозид. Гликозиды способны растворяться в воде, в том числе и в горячей воде, а гликоны нерастворимы в воде при любой температуре. Они растворимы в спиртах и в жирах, а по умолчанию чайная церемония в ее исходном виде эти компоненты не содержат. Поэтому хотите увеличить биологическую активность вашего чая в чайной церемонии, обязательно при заваривании щепотка сахара должна попасть. Далее, когда чай настоялся, его, конечно же, нужно пить. И есть правило, что не вы должны, вернее, не чай должен за вами бегать, то есть он при остывании теряет свою биологическую ценность, а наоборот, вы за чаем. Как только чай приготовлен, вы его поместили уже в ту посуду, из которой будете пить, дождитесь, если он еще горячий, дождитесь остывания градусов до 40-45, и пейте в теплом виде, наслаждайтесь этим вкусом, и получайте лечебные свойства, которые неизменно может принести вам чай. Напомню, там множество биологически активных веществ, которые вам очень полезны. И если вы абсолютно здоровы, то никаких дополнительных событий с вами не произойдет. Если же вы считали, что вы абсолютно здоровый человек, то один из самых сильно действующих компонентов чая, это алкалоид кофеин, может вызвать у вас тахикардию, может вызвать у вас повышение артериального давления. И это говорит о том, что либо вы слишком много чая заварили для вас, ваш организм не готов к такой стимуляции, либо, возможно, ваш организм уже немножко поизносился, и вы в состоянии покоя чувствуете себя неплохо. А вот при нагрузке, которую получили с помощью чая, организм индирует достаточно сложно. И у вас есть, безусловно, выбор. Либо менять что-то в технологии приготовления чая, либо бежать, например, на прием к врачу-кардиологу, для того, чтобы выяснить, в каком реальном состоянии находится ваша сердечно-сосудистая система, чтобы принять определенные действия. Либо обратиться на прием к врачу-диетологу, который обеспечит правильное питание не только для отдельных органов и систем, но в первую очередь для работы мозга, для работы сердечно-сосудистой системы, от которых зависят множество разных процессов в организме человека. И правильно обеспечив питание этих органов и систем, вы получаете не только хорошее качество жизни, ну и потенцию на активное долголетие. Вот основные особенности приготовления чая в чайной церемонии. Я вам рассказал. Основные фишки. Вы понимаете, где сложные места находятся и как их правильно пройти, чтобы финальный напиток обладал не только прекрасным цветом, вкусом и ароматом, но и еще и лечебным действием. Поддерживал ваше здоровье, а не разрушал его. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья. И самое главное, разумного к нему отношения. Знать и делать это разные глаголы. Много людей обладает огромным объемом знаний, но ничего не делают для своего здоровья. Я вам советую все-таки знать и делать. А как делать правильно, вы узнаете из других видео на моем видеоканале. Если это видео принесло вам пользу, вы понимаете, насколько в принципе просто приготовить чай для здоровья. Не забудьте поставить на это видео лайк. Если какой-то из компонентов вы не знали, напишите в комментариях. Я не знал, что нужно абсолютно максимально очищенную воду использовать. Или я не знал, что вода в состоянии белый ключ она убьет чай. Не сахар убьет чай. Сахар немножко изменит вкус чая. А вода в состоянии кипения белый ключ она убьет биологически активные вещества чая. Вы будете пить просто помои определенного цвета, вкуса, аромата. Если вы не знали, что нужно дважды заваливать любой чай, чтобы удалить с поверхности возбудителей грибковых инфекций и потенциально находящиеся там канцерогены и афлотоксины, напишите так в комментариях. Иными словами, не смешно, не стыдно написать о своем незнании. Стыдно не использовать свои знания для вашего здоровья и активного долголетия. Вот на этой позитивной ноте я это видео закончил. И подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моих видеоканалах Школа Доктора Скачко и это YouTube и Instagram. А также канал Доктор Скачко, где более 900 видео на сегодняшний момент, относящиеся так или иначе к теме здоровья и активного долголетия. А также более 150 видео, относящихся к системе правильного питания. Практически внутри этого канала открыт диетический, кулинарный канал, в котором я даю свои советы, как правильно использовать продукты питания для вашего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моих видеоканалах!